Первый министр Шотландии Николай Стерджин объявил, что с сегодняшнего дня те, кто живет в Глазго-Сити, западном Дарбонтаршире, в Глазго-Сити, западном Данбартаршире, в Глазго-Сити, западном Данбартаршире, западном Данбартаршире, западном Данбартаршире, первый министр Шотландии Николай Стерджин объявил, что с сегодняшнего дня те, кто живет в Глазго-Сити, западном Данбартаршире и восточном Ренфрушире, больше не должны принимать в гостях людей. Здравствуйте, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на сегодня, какое-то там марта. Итак, сначала дела королевские. Принц Филипп, для начала, принц Филипп вышел из больницы. Вот такая ситуация. Его рассматривали как заболевшего в течение 28 дней, пока он не выздоровел. И вот теперь он вышел, наконец-то. Хотя это нас мало беспокоит. Вчера я находился вчера там-сям. Великобритания серьезно ужесточат закон о протестах. В случае принятия изменений полиция может разгонять акции за создание помех. А если, например, митингующие опрокинут статую, то смогут получить до 10 лет за такое нарушение. Каждому из 9 основных приоритетных групп следует предложить вторую дозу к середине июля. А через 12 недель, через 12 недель после первой. Ожидается, что к концу июля всем взрослым в Великобритании будет предложена первая доза вакцины от коронавируса. И это был тестовый выпуск, чтобы вы посмотрели, как можно читать, не подготовившись, просто с листа. Или все-таки продолжить читать так, как я это делал ранее. Всего вам доброго. Новости культуры. Блять. Блять. Пф.